Добрый вечер, в эфире Весь Карачаево-Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Федеральная служба безопасности России в городе Карачаевске предотвращен террористический акт. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, уроженец и житель Карачаева-Черкесии, 1997 года рождения, последователь Международной террористической организации «Исламское государство», осуществляющий приготовление террористического акта в административном здании органа государственной власти Карачаевска по указанию боевиков Международной террористической организации. По месту жительства террориста изъяты компоненты и инструменты, использовавшиеся для изготовления самодельного взрывного устройства, а также иные материалы. Террорист заблаговременно готовился к преступлению, закупал компоненты и вещества для производства взрывчатки, осуществлял поиск цели для совершения подрыва бомбы. В ходе следственных действий задержанный дал признательные показания, возбуждено уголовное дело, фигурант задержан. В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Я задержан в связи с тем, что сделал самодельную взрывчатку, вступил в Исламское государство, да, у меня сегодня нашли самодельную взрывчатку. Я должен был по указанию пойти и взорвать. Глава Карачаева Черкесии Рашид Емрезов встретился в Москве с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, говорили о развитии промышленности сельского хозяйства в нынешних экономических условиях. Рашид Емрезов отметил, что сегодня в республике появляются возможности раскрыть свой потенциал в сфере промышленности, производства стройматериалов в сельском хозяйстве. Большой акцент сегодня делается на развитии интенсивного садоводства. Валентина Матвиенко отметила, что в нынешних экономических условиях важно поддерживать как бизнес, так и граждан. Никто не должен оставаться один на один со своими проблемами. Рашид Емрезов выразил слова благодарности Валентина Матвиенко за поддержку в решении социально-экономических вопросов Карачаева Черкесии. Приближается 65-е годовщина возвращения карачаевского народа на историческую родину после 14-летней ссылки. 3 мая 1957 года первый эшелон с карачаевцами прибыл в родные края на железнодорожную станцию Эркин-Шахар. И сегодня в Ногайском районе в честь этого знаменательного события прошло торжественное мероприятие. Подробнее расскажет Арча Биджиев. По многолетней традиции на железнодорожной станции в поселке Эркин-Шахар состоялся митинг, посвященный годовщине возвращения карачаевцев из мест депортации на историческую родину. Позади 14 лет на чужбине и людское горе. Впереди встреча с родиной, создание новой жизни и залечивание душевных ран. Ровно 65 лет назад первый эшелон со спецпереселенцами прибыл в Карачаево-Черкесию. Жители Эркин-Шахара встречали своих братьев с искренней радостью и со всеми почестями. С тех пор минуло немало лет, но доброта одного народа и искренняя признательность другого не забыты до сих пор. Я хотел бы выразить свою личную благодарность и от имени общественной организации «Карачаево-Хал», и от себя лично, благодарность этому народу за их внимание, за их такое теплое дружественное отношение, братское отношение, я бы сказал. И отмечают те события 60-летней давности. И отмечают наши те мероприятия, которые проводятся, они отражены у них в музее. По погибшим в годы депортации был совершен обряд дуа и молебен. Собравшимся обратились представители мусульманского и православного духовенства. Эта ссылка унесла более 43 тысяч человеческих жизней. Из них 22 тысячи детей, но народ смог достойно выстоять. На самом митинге прозвучало много мудрых слов о дружбе и верности, о взаимопомощи и милосердии, о стойкости и вере в лучшее. Особую значимость того события лучше всех, конечно, понимали тогда наши старики. Эти мудрые носители неистребимой веры, они говорили, что День Возвращения есть еще одна доказательство того, что Всевышний не покидает людей. Того, что и на землю не сходит его справедливость. Самое главное – это люди, которые составляют народ. И всегда надо быть вместе с народом. Иногда раздаются, мол, уже пора и забыть. Нет, этого забывать нельзя. Историческая память должна храниться, потому что историческая память несет много пластов в этой истории, трагической истории дружбы, порядочности, любви. Митинг продолжился в вступлении в школьников, праздничным концертом творческих коллективов Ногайского района. Карчабиджиев, Ахмат Чучаев, Фарида Сидахмедова, Роберт Джигутанов. Вести Карачаева-Черкесии, Эркен Шахар. Наконец издан указ и светлый день возвращения и майском цветении Кавказ. Это слова народный поэт Карачаева-Черкесии Лариса Шибзухова посвятила возрождению карачаевского народа. В Карачаевской центральной городской библиотеке было организовано мероприятие «Мы вернулись», посвященное 65-й годовщине возвращения карачаевцев на историческую родину. Алла Качиева с мероприятия. И несмотря ни на какие испытания, 65 лет назад им суждено было вернуться на свою историческую родину. Карачаевцев после 14-летней ссылки, как и в этой инсценировке, встречали песнями, танцами, хлебом, солью. Ни лишения, ни голод, ни болезни, ни тяжелый физический труд и потеря близких не озлобили их. Слова из песни Башира Батчаева в исполнении Таулана Батчаева подтверждают и сидящие в зале, живые свидетели тех страшных событий. К примеру, нынешнему председателю Совета ветеранов Карачаевска Ракаю Алиеву в 57-м было 8 лет. Он отчетливо помнит, как им приходилось на чужбе не отстаивать свою невиновность и завоевывать место под солнцем. Мы маленькие были, но мы чувствовали такую ответственность перед собой. Мы не имеем права баловаться, мы не имеем права плохо учиться, мы не имеем права совершать какие-то негативные поступки, потому что нам хотелось, чтобы, если мы будем хорошо себя вести, нас скорее вернут на родину. Вот с такой мыслью мы дети, вот так жили, все дети. Все эти события почти что 80-летней давности были отображены на сцене Центра культурного развития Карачаевска. Зрители с содроганием сердца, со слезами на глазах смотрели на трагические представления в исполнении школьников и студентов. Цель организаторов мероприятия была достигнута. Молодежь своими глазами увидела, как страдали, а зачастую совершали трудовые подвиги их бабушки и дедушки. Три тысячи карачаевцев, находясь в депортации, были удостоены высоких наград. В том числе 99 человек награждены орденами Ленина. Три горянки стали героями социалистического труда. Краеведение является одним из основных направлений в работе нашей библиотеки. То есть мы знакомим с историей, с литературой. Основная задача нашего сегодняшнего мероприятия – познакомить подрастающие поколения. Вот мы пригласили школы с нашей историей, чтобы они гордились, что несмотря на все тяготы и невзгоды, вот лишения за эти 14 лет, они смогли сохранить свою культуру, историю, традиции, обычаи. И что нужно гордиться такой историей. Алла Качиева, Расул Бердиев, Вести Карачева, Черкесия, Карачаевск. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза. В отдельных районах сильные в сочетании с грозой, градом и шквалом до 22 метров в секунду. Ветер восточный – 5-10 метров в секунду, температура ночью 6-11, в горах до плюс 6, а днём 16-21 выше нуля и местами 10-15 со знаком «плюс». В Черкесске кратковременные дождь и гроза, ветер восточный – 5-10 метров в секунду. Температура ночью 9-11, а днём 19-21 градусов тепла. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Не консервируйте своё здоровье. Сейчас время позаботиться о себе. Лечение катаракты в клинике 3Z – это избавление от катаракты за один день с индивидуальным подбором хрусталика, необходимого именно вам. Запись по телефону 8-800-533-90-82. Окна в рассрочку! Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Ярмарка кожаной белорусской обуви «Марка». А также мужская женская верхняя одежда. Только 29 и 30 апреля. Черкесск, улица Горького, 8. Центр предпринимательства. 30 апреля свой профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования – пожарная охрана. И сегодня на территории второй пожарной спасательной части города Черкеска прошло торжественное мероприятие по празднованию 373-й годовщины пожарной охраны России. Честовали те, кто ежедневно вступает в борьбу с огнём. С официального мероприятия Альбина Ламкова. Поздравляю вас с 373-й годовщиной пожарной охраны. Ура! 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 Сегодня мы чествуем людей мужественной и героической профессии. Людей, посвятивших свою жизнь нелёгкой, но такой важной благородной службе и работе. Смелость, мужество, отвага, искреннее желание во что бы то ни стало спасти жизни и имущество. Вот что присуще нашим пожарным. Отметил в приветственном слове заместитель начальника главного управления МЧС России по Корчаево-Черкесской, по государственной противопожарной службе Антон Приходько. С поздравлениями к собравшимся обратился начальник управления по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций пожарной безопасности Роберт Алботов. Поздравления каждый год получаем, много пожеланий. Хочу вас всех в очередной год, в очередной раз поздравить с нашим профессиональным праздником. Как говорят у нас в пожарной охране, сухих вам, нам рукавов, благополучия вашим семьям. В этот праздничный день по традиции состоялось награждение поощрения самых достойных сотрудников, ветеранов чрезвычайного ведомства, огнеборцам и представителям различных ведомств, которые внесли значительный вклад в дело предупреждения пожаров и чрезвычайных ситуаций, вручили почетные грамоты Народного собрания Республики МЧС России. В праздничный день офицерам присвоили очередные специальные звания. Вручили медаль за Содружество во имя спасения Мухаммеду Шхамузову, жителю аула Кубина. Тогда он оказался в центре событий во время взрыва газа по улице Курортной в Усть-Джигуте в здании пункта выдачи заказа в интернет-магазина «Вальдберрис». Мгновенно все здание охватило огнем. В результате происшествия пострадали пять человек. Находясь рядом с магазином, не задумываясь ни на секунду, Мухаммед кинулся искать свою знакомую – Асият. Она находилась в горячем здании и вывел ее. Посадили нас в скорую. Честно говоря, я не знал, не думал, что так сильно я обгорел. Помню последнее, все, мне укол какой-то сделали. И через три или через четыре дня я пришел в себя в Дагестане уже. У меня глаза не открывались. Восстановительный процесс у Мухаммеда длился сложно. Повреждение кожных тканей у него было 65%. Больше всего Мухаммеда воодушевляло беспокойство людей о его здоровье. И даже совершенно незнакомых. Когда я в себя пришел, брат мне говорил, столько людей звонили, столько людей спрашивали. Я не успеваю, говорю, телефон поднимать. Ну, мне так приятно было, не знаю, это словами не описать. Если вернуть эту ситуацию заново вспять, то как бы ты поступил? Наверное, так же поступил бы. А как иначе? Альбина Ламкова, Максим Долгов, Вести, Корчаево, Черкесия. И последнее. Распоряжением руководства мэрии Черкесска 1 и 2 мая с 8 до 18 часов и 3 мая с 8 до 13 часов все категории граждан будут обладать правом бесплатного проезда в специально выделенном транспорте по маршруту Комсомолец, микрорайон Юбилейный, городское православное кладбище. Всего для этих целей вне поминовения усопших Радоницу будет задействовано 15 автобусов. Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин